В общем, спасибо, что вы остались И спасибо, если вы были на прослушивании И выдержали все до конца То, что я всего сейчас хочу вам рассказать Ну, точнее, даже порассуждать скорее, чем рассказать Но на самом деле это такая нетипичная для меня тема Те, кто бывал на лекциях раньше, то, наверное, ждут от меня очередную порцию медиархеологии Раскопки в прошлом И, в общем, разные истории про забытые и утерянные замечательные факты из нашего прошлого Но на самом деле ничего этого сегодня не будет Ну, то есть, если вдруг у кого-то все равно появятся вопросы в связи с этим То я всегда готов переключить тему и поговорить по этому поводу Но на самом деле та тема, которая заявлена сегодня Она, в общем, имеет непосредственное отношение к прослушиванию По поводу прослушивания Уже так, да, после прослушивания На самом деле две трети, как минимум, работ, которые были вами услышаны Это вообще самые первые работы в жизни авторов То есть они никогда вообще композицией не занимались И про звук вообще никогда ничего не знали То есть, в принципе, вот В общем, предполагается, что наш курс в школе Рощенко Он ориентирован на художников, которые занимаются, ну, в общем, самыми разными вещами Они все абсолютно разные Это тоже, кстати, может было понять, наверное, по материалу, который мы слышали В общем, ну, поэтому, да, в общем, половину, как минимум, времени я положу Читая лекции, которые отличаются от того, что я читаю, как правило, по приглашению где-то еще Да, то есть это лекции, которые касаются, ну, в том числе истории и прошлого, и в медиархеологии Но в значительной степени они касаются еще тем композиции Ну, звука как такового Ну, вообще курс называется Это не мое название Его дали в школе Рощенко, помимо меня Он называется «Звук для продвинутых» Ну, то есть, вот как только у вас, да, вот у студентов Возникает какая-то необходимость То есть они понимают, что они, в общем, вот все, да Они зашли в тупик, они не знают, что делать дальше И нужно, в общем, каким-то образом менять жизнь, ориентацию, я не знаю, что И, в общем, вот тут они как раз приходят к нам И они узнают про звук, в общем-то, какие-то вещи, которые Ну, порой я сам даже не верю, что мы к этому придем То есть это часто, наверное, тоже открытие И поэтому вот сегодняшняя тема Это просто одна из тем лекций, которые читаются в рамках, собственно говоря, вот этого курса «Звук для продвинутых» А курс, он очень такой изменчивый То есть он каждый год меняется и зависит от того, кто пришел То есть это очень сильно зависит просто от индивидуальности каждого отдельного студента И вот, поэтому сегодня у нас не будет особой истории Она тоже будет чуть-чуть, крапления будут историей, но очень небольшие Ну, тема, которая для нас очень актуальна, потому что мы занимаемся не музыкой То есть то, что вы слышали, это, в общем, я не определяю как музыку Это все-таки искусство звука В чем разница, я попытаюсь сейчас так-то сформулировать Хотя, да, границы все разные То есть мы занимаемся звуком Ну, вот прям вот первый же пример, который тут стоит Ну, чтобы попытаться как-то проиллюстрировать, собственно говоря, о чем будет идти речь Ну, вот простой звук Просто послушайте, да, вот на то, что будет происходить с этим звуком То есть это вообще музыкальный звук Тут что-то, да, понятие музыкальный звук Чаще всего он ассоциируется все-таки со звуковысотами Да, с теми звуками, которые интонированы Которые имеют такую-то вот звуковысотную определенную привязку То есть это, да, это музыкальный звук Который начинается как синусоида Потом он начинает потихонечку обрастать обертонами Ну, я не уверен, что все знают такой спектр Я думаю, большинство здесь присутствующих знают Но вот они начинают обрастать составляющими более сложного звука Про который я потом поговорю И потом этот звук превращается в какую-то вот уже третью фазу И в какой-то момент у вас, по идее, должно довольно сильно измениться восприятие звук То есть должен родиться некий образ Все-таки тянется одна нота, которая вот, вся динамика, она внутри вас В какой-то момент рождается область Просто вот отследите этот момент И мы поговорим дальше, собственно говоря, как раз про звук, как художественный образ Ну, примерно фокус понятен То есть просто что важно понимать про этот звук Что в этом звуке почти ничего не меняется То есть добавляются обертоны То есть на какое-то количество синусоидальных колебаний На кратных частотах основной частоте, на которой звучит звук И единственное, что происходит в третьей фазе На звук накладывается вибрация Он начинает чуть-чуть вибрировать, повышаться, понижаться Чуть-чуть, да? И она такая не очень регулярная Соответственно, в самом начале Там можно сказать, что это нота си первой октавы Ну, собственно, ничего более Ну, и простой, чистый тон Потом он начинает чуть-чуть напоминать голос Потому что добавляются обертоны, на самом деле, женского голоса Но, собственно, вот чудо происходит в тот момент Когда звук начинает вибрировать По той причине, что на самом деле Человеческий голос никогда не звучит абсолютно стабильно То есть вот уже на второй фазе Звук был абсолютно идентичен женскому голосу Но никто этого голоса почти не слышал Легкий намек был, но догадаться было сложно Нужно было заставить голос существовать Какому-то характерному, такому неустойчивому закону Потому что мы всегда говорим или поем Да, мы всегда, даже если мы не овладеем вибрато Наш голос никогда не интонирует чисто И всегда хоть чуть-чуть, но как-то доплактуирует И, в общем, получается, что у нас рождение собственного звука Происходит в тот момент, когда возникает вот это вот Но появляется некое-некое человеческое свойство Пусть оно синтетическое, пусть оно искусственное Но оно, в общем-то, убеждает нас И мы начинаем слышать другой звук Хотя на самом деле звук на второй фазе, на третьей Звук с точки зрения акустики Как спектр, как совокупность лабертонов То же самое, ничего не изменилось Ну, это примерно к тому, что действительно Как только мы начинаем заниматься искусством звука То есть искусством, которое, в общем-то, так или иначе Оперирует именно не звуковысотами Не гармониями, то есть чем оперирует музыка А, собственно говоря, некими акустическими процессами Которые сами по себе могут вообще для нас почти ничего не значить А, собственно, дальше задача художника Как с этими процессами, в общем, поработать так Чтобы действительно создать абсолютно новый контекст И создать определенный какой-то феномен восприятия Чтобы мы услышали на самом деле То, что, в общем, художник Кольчич должен услышать И пока дело касается музыки Есть теория музыки, есть теория гармонии, есть теория ритма То есть есть науки, которые, в принципе, объясняют Как нужно писать музыку, чтобы она была, в общем, доступной Понятной, соответствовала каким-то определенным, в общем, эстетическим критериям В случае с искусством звука все не так Потому что нет никакой науки Которая была бы настолько, в общем, хорошо развита По отношению к музыкальной гармонии или к ритму И когда нашим материалом становится звук окружающего нас мира С которым мы начинаем работать И начинаем организовывать эти звуки Структурировать как-то во времени Тот материал, с которым мы столкнулись Мы оказываемся иногда, в общем, в таком довольно сложном положении Потому что ни критериев, ни каких-то понятных правил на самом деле нет Мы их создаем сами по ходу работы Для музыковедов, для искусствоведов еще больше проблем Потому что нет даже партитуры зачастую И нет никаких способов на самом деле Какой-то знаковой системы, понятной им То есть как анализировать результат Еще менее понятно В общем, если мы начинаем работать со звуком Который взят просто из окружающего нас мира То, в общем, наверное, имеет смысл, во-первых, вспомнить Вообще говоря, что такое звук И что было понятием звук Ну, может быть, в самые разные времена Там еще с древности Во-первых, звук это акустический процесс То есть это то, что происходит, собственно говоря, физически То есть это некие механические вибрации В кругих средах В воздушной среде В воде В дереве То есть это вот та волна, которая возникает И распространяется И, собственно, акустический процесс Он еще не предполагает, что кто-то его будет воспринимать То есть этот звук как некий физический процесс Который еще не воспринимать Ну, звук всегда был средством коммуникации То есть он нес какие-то определенные месседжи Да, послания То есть мы понимали друг друга С помощью языка, с помощью интонации А с помощью каких-то эмоций, которые вы вкладывали в свой голос Ну, с древних времен звук был средством магии И это отдельная тема, которую мы сейчас не будем касаться Но она вообще очень интересная И тоже в контексте искусства звука Она, на самом деле, довольно активно разрабатывается И, в общем, есть очень интересные исследования Связанные с разными культурами В частности, с культурами Южной Америки Для которых звук имеет абсолютно отдельное и особое значение Да, и они живут в другой реальности Эта реальность в значительной степени Определяется как раз какими-то вот Акустическими такими вот коммуникациями Ну, звук это может быть просто эпистема, да, идея То есть это некое философское понятие Звук может быть физическим воздействием Ультразвук, да, нас могут лечить звуком Вы можете стирать с помощью звука, ультразвука То есть звук может быть, да, действительно И неким физическим воздействием Это может быть оружие Это может быть нелетальное оружие А может быть и летальное И, наконец, да, звук, в принципе Все-таки мы его слышим, мы его воспринимаем и как только дело доходит до слышимого звука начинаются проблемы потому что оказывается, что наука акустика которая изучает звук как физический процесс она на самом деле с точки зрения нашего восприятия звука объясняет очень немного появляется другая наука психоакустика которая занимается звуком тем, как мы его воспринимаем и как рождается то, что мы называем образ звука ну, звук может быть абстракция это может быть объект искусства ну, как бы то ни было я к чему я все пытаюсь подойти к тому, что на самом деле как только мы начинаем говорить о звуке воспринятым человеком о том восприятии, которое возникает в ответ на какое-то акустическое воздействие ситуация на самом деле становится действительно почти почти эфемерной потому что, если вернуться например, к сексу Эмпирику который все время написал во втором веке нашей эры замечательный трактат который назывался «Против музыкантов» Эмпирик утверждал, что звук вообще не существует причем это абсолютно обоснованное философское суждение и я могу, конечно, прочитать весь текст Эмпирика но, в общем, его можно легко найти при желании я просто, наверное, прокомментирую парочку мест из высказывания что важно понимать про звук прежде всего что звук в отличие, допустим, от изображения от изображения мы как бы сразу видим и у нас сразу складываются некие образы ну, условно говоря, сразу на все уходит какое-то время то есть наш мозг работает все-таки с определенной скоростью и происходят определенные процессы которые порождают как визуальный образ ну, так и слуховой но именно звук как образ это процесс, который требует много времени то есть музыка это временное искусство в отличие от пространственных искусств там, визуальных искусств которые, в принципе, дают результаты гораздо быстрее звук должен начаться как-то развиться закончиться и только после этого у нас рождается, собственно говоря некий образ этого звука то есть звук это всегда какая-то определенная форма во времени то есть эта форма рождается во времени ну, собственно в частности про это всех с ним перепишут звук не мыслится ни в виде законченного результата ни в виде субстанции но в становлении и во временном протяжении однако мыслимое в становлении становится но еще не существует следовательно звука не существует это только одно из одна из мыслей которая, собственно сформулирована импириком то есть звук требует ну, каждый момент времени звук еще не формирует никакого образа более того да, более того что такое, в принципе звук в нашем восприятии это на самом деле это на самом деле некий образ который формируется в мозгах да? то есть это в мозгу формируется образ в ответ на что? в ответ на самом деле на тысячи нервных импус как, собственно, и зрение то есть любой образ формируется в результате интерпретации мозга той информации в виде нервных импульсов, которая поступает в случае со слухами с безверной мембраной внутреннего уха и это означает на самом деле что вот этот самый образ он в общем невероятно зависим от огромного количества параллельных факторов то есть да, собственно, про это и будет лекция образ звука услышанного нами формируется и под воздействием параллельного зрения параллельной модальности мы видим и мы слышим а то, что мы видим, может очень сильно на самом деле измениться то, что мы слышим и в принципе я это проиллюстрирую вы можете услышать совсем другое глядя и неглядя абсолютно разные вещи то есть то, что мы слышим это в некотором смысле да, это вот то, что наш мозг считает что мы должны услышать вот результат очень сильно зависит от массы обстоятельств ну, не будем забегать вперед пойдемте просто чуть-чуть да, вот такой вот исторический ракурс экскурс значит, Николай Кульбин ну, с которого, можно сказать начинается очень многое в нашей стране и в частности это вот идея, как он называл это свободной музыки свободная музыка и свободное искусство Кульбин еще в 1909 году сформулировал вот эту концепцию стал читать лекции ну, в каком-то смысле его значение, наверное для нашей культуры ну, такого не меньше чем, скажем Фирмича Бузоне для западной культуры это примерно одно и то же время и замечательно то, что Кульбин стал художником ну, по крайней мере объявился художником только в 40 лет вот в 1909 году вообще-то он был врачом очень авторитетным медиком главным врачом генштаба невероятно обеспеченным человеком держал в Санкт-Петербурге свой салон который посещали все, наверное, самые-самые радикальные мыслители того времени художники, музыканты ученые и, в общем, он невероятно сильно повлиял на многих вот вообще на весь на весь последующий авангард вероятно в том числе и музыкальный но Кульбин именно как доктор и психиатр очень хорошо понимал на самом деле то, что звук в музыкальном искусстве имеет некое особенное значение и что на самом деле вот эта опора на какие-то в общем, вполне умозрительные системы на классическую гармонию на разбиение октавы на 12 нот что на самом деле это все это все в общем неестественно то есть по Кульбину как он писал музыка природы свет, гром, шум, ветра плеск воды пение птиц свободный выбор и звук Соловей поет не только по нотам современной музыки но всем которые ему приятны свободная музыка совершается под тем же законом как и музыка природы и все искусство природы художник свободной музыки как и Соловей не ограничен тоннами и полутонами он пользуется и четвертями тонов и осьми и музыкой со свободным выбором звуков то есть он разрабатывал свою теорию исходя из собственных физиологических и неврологических исследований и для него в принципе физическое воздействие движения цвета или звука служило внешними стимулами которые вызывали психические эффекты в мозгу зрителя ну или слушателя то есть он в общем-то относился к музыке абсолютно иначе чем относились люди искусства но именно он был одним из основателей русского футуризма 1909 год Кульбин Бурлюк Интулов и начиная это самое начало того что было впоследствии названо русский футуризм и он никогда не писал музыки он не был музыкантом но тем не менее вот этот цикл лекций свободная музыка имел видимо огромное значение потому что ну вот одна из скажем да одна из идей которую он предвигал это то что нужно отказаться от полутонов в пользу четверть тонов восьмых или свободного выбора звуков то есть свободной тонации он предлагал брать законы музыкальной формы с природы то есть брать за основу не теорию музыки но исследовать законы природы и переносить законы природы собственно на музыкальный материал на звуковой материал и собственно говоря вот в этом он видел будущее музыкальное культуру Еще, да, вот три ключевых персонажа Лекция не про это, но это важно понимать Что вот эта идея В общем, ухода от классических звуковых суд Внедрение совершенно нового материала Связанного с звуками окружающего нас мира С звуками природы С какими-то, да, вот правилами, которыми эти звуки существуют На самом деле, вот эта идея, она развивалась постепенно И, в общем, очень активно И в 20-е, и в 30-е годы Но вот ключевой момент, это 48-й год Ну, 48-51-й Когда Пьер Шефер формулирует свою концепцию конкретной музыки То есть, по Шеферу Конкретная музыка – это способ композиции с помощью фрагментов звуков Существующих по своей конкретности Рассматриваем их нами как звуковые объекты То есть, что такое звуковые объекты? Это звуки, которые зафиксированы в окружающем нас мире То есть, мы эти звуки записываем Шефер не любил слово «записываем» Он говорил «фиксируем» Потому что звукозапись – это все-таки больше было В том смысле, что передать звук во всем своем естестве Шеферу нужно было зафиксировать звуковой объект То есть, это звуки, которые он вырывал из окружающего мира Фиксировал И пытался использовать как материал для дальнейшей композиции То есть, в принципе, сегодня в этом нет ничего сверхъестественного Это совершенно естественный подход для нас, для всех Но в то время это была, в общем-то, революция То есть, композиции Шефера состояли из действительно организованных шумов Ну, первый концерт даже и назывался, по-моему, «Музыка шумов» Хотя сам Шефер был категорически против этого Потому что он не считал, что он работает с шумами Он работал со звуковыми объектами Которые вырывались из естественного контекста Отрывались от их значения И создавался абсолютно новый звуковой контекст Который должен фактически был сложиться в некий целостный образ Который, по идее, Шефера вообще не должен был быть связан Прямо с смыслом и значением первоначального звука То есть, мы идем по улице, машина врезается в столб Мы случайно записываем этот звук Когда мы были на улице, мы вздрогнули Мы подумали, что произошло, это было важно Когда мы этот звук положили в студии И потом послушали через какое-то время И, возможно, мы уже забыли, что это была машина, которая врезалась в столб Мы услышали совершенно другое И мы, на самом деле, отнеслись к этому материалу совершенно иначе Мы услышали на нем огромное количество элементов Которые нас могли скорее увлечь как композиторов, как художников Чем как, собственно говоря, медиков Или тех, кто, в общем, шел по улице И действительно сильно переживал за события, которые произошли То есть, материал в студии, материал оторванный от отционного контекста Это абсолютно самостоятельный материал, который становится объектом композиции На выходе получается конкретная музыка Из конкретных звуков Слушается эта музыка, как мы слушали перед этим программой В темноте, в идеале в темноте Без каких бы то ни было параллельных раздражителей Без присутствия исполнителя на сцене Это называется редуцированное слушание И, собственно, на этом строится эстетика конкретной музыки Конкретная музыка была в тот момент абсолютным антагонистом сериальной музыки Которая была невероятно популярна И вообще в консерваториях была просто таким историческим оперативом считалась То есть конкретная музыка, сериальная музыка Это некий почти идеал музыкальной композиции Которому пришла культура И все обязаны были сочинять сериальную музыку То есть по формальным законам организовывать звуковысоты В этом смысле Студия конкретной музыки Шефера Париж, в 1948 год Занималась именно звуком Как органическим процессом и материалом Студия электронной музыки Чольская Которая была создана в 1951 году Занималась тем, что В общем, как считали ее создатели Было в некотором смысле апофеозом сериальной музыки Ну что такое сериальная музыка? Это вот, да, как организовать серию из звуковысот Берем 12 нот И их определенным образом Распределяем В последовательности Берем определенные правила По которым дальше мы эту последовательность сможем проигрывать По ходу развития композиции Скажем, гармонизовать И по этим формальным правилам мы развиваем эту серию Ну, скажем, додокафония А сериализм Это мы уже используем формальные правила По отношению к двум другим параметрам звука А музыкальный звук, он имеет три параметра всего Ну, имел То есть это вот исторически так считалось Звуковысоты Время, ритм и динамика Тембр не рассматривался как важный параметр Потому что никто не знал, как его организовать И что с ним делать То есть это была область инструментовки И музыка могла быть написана Безотносительно к инструментовке Исполнена в разных составах инструментов И это была одна и та же музыка Мы ее узнавали Что означает, что, в принципе, звук был вторичным В этом случае А первичной была теория гармонии Там, не знаю, додокафония Теория ритма Когда Антон Вейберн Который развивал идеи Шелнберга Пришел, собственно, к идее сериализма Эта идея оказалась действительно очень востребованной И, собственно, создатель первой студии электронной музыки Герба Таймерт Он был убежден, что электронная музыка Это, на самом деле, действительно Это высшее достижение сериализма Потому что Теперь не только три параметра музыкально доступны нам Но любые параметры тембра В студии электронной музыки нам доступны Поэтому любой параметр может быть формально организован во времени И поэтому, как, собственно, писал сам Аймерт В работах Вейберна впервые Мы видим начало трехмерной техники рядов Которую мы знаем как сериальную технику Все до единого элементы каждой ноты Подвергнуты серийной пермутации Такая электронная музыка не является другой музыкой Это сериальная музыка Разговоры о гуманизации электронного звука Можно оставить лишь лишенным воображения Изготовительным музыкальных инструментов То есть Композиторы обязаны заниматься сериальной музыкой Они не имеют права, в общем, каким-то образом ее гуманизировать В общем, возникает вот такая альтернатива Сериализм и электронная музыка по Аймерту И конкретная музыка по шоферу Вот с самого начала 50-х годов Это действительно такой вот антагонизм Рождается третья концепция Это, собственно, экспериментальная музыка по Кейджу Ну, не то чтобы Кейджа изобрел На самом деле Ну, многое из того, что считается изобретением Кейджа В принципе, ну, не до конца понятно Да, вот кто впервые сделал подготовленное фортепиано Там, положил ластики и пружинки на струны фортепиано Также экспериментальная музыка Это, в общем-то, достаточно старая идея Но Кейдж, в общем, довел ее до какой-то определенного Такого логического, ну, завершения, что ли Да, то есть, как он писал Я оперирую случайно Это помогает мне сохранить состояние медитации Избежать субъективизма в моих пристрастиях и антипатиях То есть, о чем он пишет и чем он занимается Кейдж, он пришел к тому, что Если шефер, скажем, находил звуки И дальше их препарировал И занимался композицией внутри звука А тот же Аймерт Ну, занимался, в общем, организацией звуковысот По, в общем, новым правилам Но это старый материал Это музыкальный звук Имеющий звуковысот И, в общем, пытавшийся распространить Законы сериализма на тенге Кейдж стал работать с тем, что называется Найзенные звуки То есть, это идея еще Марсель Дюшана То есть, первый его легендарный объект Фонтан В 17-й год Это когда на Парижской улице Он нашел писсуар Перенес в музей Расположил его в галерее И случилось чудо Оказалось, что этот объект Переместившись в новый контекст В контекст музея Обрел абсолютно новый смысл и значение Прошла некая инициация этого объекта То есть, он, в общем-то, лишился своей прежней жизни Он обрел абсолютно новое значение И он уже никогда не вернулся больше В прежний мир В прежнем своем качестве и смысле Оказалось, что можно находить объекты Буквально на свалке На помойке На улице Переносить их в абсолютно новую ситуацию И это рождало абсолютно новые образцы Новый смысл И Кейдж, в принципе, пошел по этому пути И самая легендарная композиция Композиция, условно говоря Это 4.33 Про который вы все, конечно, знаете Что замечательно в этой композиции Все-таки это композиция Трехчастная композиция Есть партитуры, там три части Они имеют четкий хронометраж То есть уже этим Кейдж намекает на то Что вот эти 4.33 секунды тишины Это несколько большее Чем просто какой-то эпатаж Какой-то радикальный ход артистический Он намекает на самом деле Что это трехчастная форма То есть он намекает, что вообще говоря Это, по-видимому, имеет определенное отношение К музыкальной культуре, к традиции И вообще говоря, если это трехчастная форма Почему бы нам не подумать о тематизме, например Вот есть о тематизме Это 4.33 Ну, я все пытаюсь подвести вас к тому Где, в каких эстетиках рождаются Собственно, вот эти образы звука Образы композиции У Шефера композитор создавал новый контекст Он сочинял абсолютно новый звук На материале старого звука Извлекая из него какие-то элементы краски И порождал тот вкус, к которому он стремился У Кейжа в 4.33 отсутствует звук Казалось бы Ну да, там присутствует тишина Которую мы начинаем слушать Замечательно Все поняли в какой-то момент Что да, мы сидим и слушаем тишину Это очень интересно Да, потому что на самом тишине не бывает То есть, мы все время Все время что-то происходит Но почему-то в частной форме Ну, потому что в случае с Кейджем Как мне кажется Это моя версия В случае с Кейджем Это вообще-то даже не совсем про звук Как физический процесс То есть, не про те звуки, которые Не про те вибрации, которые распространяются В воздушной среде Это скорее про как раз Вот этот внутренний образ Который складывается Звука Поможенный на все остальное И что это все остальное Значит, давайте попробуем рассмотреть Например, 4.33 с точки зрения Сонатной формы А это, по-моему, сонатная форма Вообще классическая Значит, должна быть экспозиция Где мы заявляем Ну, скажем так Две ключевых темы Главную и побочную На мой взгляд Экспозиция начинается Это, кстати говоря Да, она начинается еще до начала Исполнения И это, в принципе, тоже все Организовано Кейджем Да, мы приходим А рояль еще настраивают при нас Его привозят при нас Да, весь процесс подготовки Он происходит на публике То есть На самом деле все уже идет И на самом деле, как мне кажется Здесь, значит, есть две темы И они не в звуке Они, собственно говоря Да, вот в мозгу Одна тема Это, собственно Мы пришли на события То есть мы пришли слушать Новое сочинение Джона Кейджа Это ожидание события Вторая тема Побочная партия Это отсутствие события Ничего не происходит То есть Вышел музыкант Сел за рояль Включился фундамент Включился к крышу рояля И мы следим И слушаем тишину И кто-то начинает понимать Что он слушает тишину Но все переживают Вот это состояние Да, то есть столкновение Двух начал Мы пришли ради события И события не происходят Или оно происходит Но мы не понимаем как Да, то есть Две темы вступают в конфликтные отношения Дальше разработка Значит, это средняя часть Там, кстати, очень здорово Хрометраж То есть он На мой взгляд Идеально выстроен С точки зрения того Где с публикой Что должно произойти С точки зрения Их внутренней динамики В общем В разработке Происходит конфликт Эти двух начал Появляется еще тема Вот этого Тишины Вот этого фона Который нас окружает И в конце идет реприза Где мы опять возвращаемся К тому Что как бы событие заканчивается И как бы опять Да, вот Наша тема Отсутствие события И ожидание события Они встретились Они в каком-то смысле Уже примирились к концу И мы возвращаемся Просто к Выходу из Да, из этой ситуации Через закрывание крышки рояля Выключение секундомера И возвращение опять Да, опять Вот реприза Это мы возвращаемся Собственно к нашей реальности Аплодисменты Свист То есть Начинается Прихотки Начинается Охот То есть Все заканчивается Абсолютно Да, вот Четким завершением Этой формы Ну, можно сказать Где-то код Я к тому Что В искусстве звука А 4-3-сет Это безусловно Искусство звука Звук На самом деле Может иметь Абсолютно подчиненное значение И поскольку Звук С которым мы работаем Он является Плоть от плоть Окружающего нас мира Если Шефер Вырывает звук Из контекста И считает Что он может Вообще Как бы абстрагироваться От исходных Смыслов Значений Такого не бывает Как бы Шефер Этого не хотел Все равно Вся последующая Революция Электропатической музыки Она вся про то Что возникает Трансконтекстность То есть звуки Приносят Свои параллельные Контексты И как бы мы ни пытались Их трансформировать Какая-то В какой-то степени Эти контексты Сохраняются И собственно Вот именно с этим Дальше начинает Работать композитор Звуковой художник Занимающийся Композицией Этого звука В случае с Кейджем Это как бы Крайняя 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 форма Когда уже Собственно говоря Все-все Вот эти вот Параллельные контексты Они начинают Собственно Определять форму И таки Это получается Композиция про звук И про тишину Да И про какую-то Абсолютно Новую для нас Дистанцию По отношению К тому Слуховому образу Который включает В себя все остальные Составляющие Которые складываются В результате В общем Я это к тому Что Да Вот три человека Три Совершенно разных Эстетики И Вот этот ключевой момент Пятидесятые годы Когда происходит Своего рода революция И те идеи Которые зрели Еще с Кульбина И раньше Они вдруг Материализуются В каких-то Уже художественных формах И дальше начинается Очень интересная Динамика И Это Бернард Пармиджани Которого Никак не все знаете Замечательный Французский композитор Звуковый художник Мим Что очень важно Да То есть Он Как и многие Другие Звуковые художники Не является Профессиональным Композитором Закончившим Консерваторию Он Основная его профессия По жизни Пантомима И это мы слышим О его композициях Очень хорошо Он был Звукорежиссером И Как бы стал таким Да Я бы определил Звукорежиссером Мутант То есть Он В общем Звукорежиссер Который в студии Электронной музыки В студии Конкретной музыки Помогает композиторам Которые ничего не понимают В звуке И вот в этом оборудовании Со всем этим справятся Композитор Говорит ему свою идею Объясняет И Шефер И Промежание Ее Как Каким-то образом Помогает ему реализовать И в какой-то момент Он Очередным образом Сам становится Композитором Потому что Он занимается Отвечает За создание звука И за Композицию В звуке И в общем Естественным образом Композитору ему уже не нужно В какой-то момент И вот рождается Собственно Промежание Как Ну классик Конкретной музыки Ну или Акусматики Как мы ее еще называем Акусма Да Это Акусматика От слова Акусма Это известная история Про Пифагора Который учил учеников Через занавеску То есть Не было визуального присутствия Учителя И они получали Все смыслы Идеи Через Да Занавеску В отсутствии Визуального образа И вот эта ситуация Называлась Акусма И Музыка была названа Акусматика Потому что Именно так она работает В общем-то Мы не видим источника Мы видим Мы слышим Звук Мы концентрируемся На звуке И у нас Возникает Вот этот новый образ Значит Это Вот этот ветвь Ведущий от Шефера То есть Это Не экспериментальная музыка Кейджа Но Просто Вот Примем Как пример Одна Композиция Из цикла Композиции Де Натура Сонорум Природа звука Промежание Ну тоже Я уверен Что вы все Все слышали Де Натуру Сонорум Потому что Это абсолютная классика Естественно Это Рактические музыки Это Часть Которая мне Очень нравится Она К сожалению Она идет Без перерыва То есть Предыдущая часть Переходит в нее Без перерыва И потом она переходит Без перерыва В следующую часть И это очень важно Потому что Эта часть Называется Природа Индукции Индукции То есть Индуцирование Наведение Чего-то На чего-то То есть Индуцирование В этой части Происходит На самом деле Материал На предыдущей части То есть Предыдущая часть Заканчивается Вся Вся работа Строится исключительно Только на конкретном звуке То есть Это звуки Записанные в студии Конкретные музыки Разные звуковые объекты Плюс Электронный звук И Тоже Исходная идея Фромеджания Которая сводится к тому Как он в общем Сам Потом Сформулировал Он писал следующее После экспериментов Со взаимосвязью Между материалом звука И формой его развития Я заинтересовался Процессом написания звука Чернилами Которые я Так сказать Беру из материалов Которые пытаюсь комбинировать И Или контрастно противопоставлять Изучая их природу То есть Другими словами Добывать чернила Из материала Самих же звуков То есть Это его способ работы И Вот что мы сейчас услышим Значит Предыдущая часть Заканчивается Характерным шумом Это Такой Хрипт Такой звук Ну как Какой-то такой Хрипт Черный шум Вот мы Слышим его в начале И он начинает Через всю эту часть Развиваться И эта часть строится По По форме Как Тема с вариацией Это тема Которая Приходит Из предыдущей части Да Вот та самая индукция Она наведена На эту часть И она начинает Развиваться На протяжении этой части И приходит в финале Каплем воды И проходит фазы Значит Вот этот Какой-то хрип Потом этот хрип Напоминает чем-то Плеск воды Он напоминает Перестук камней Он напоминает Перезвон Огромного количества Бубенцов На стадии Баранов Которые где-нибудь Погородуют Он напоминает Разные инструменты Перкуссионные Которые вы тоже Возможно узнаете Это все звуки Имеющие Как бы Некую общую природу То есть Получается так Что Темой становится Даже не сам звук А некое свойство Этого звука Которое очень трудно Определить Ну какой-то Такой стахастический процесс Да Вот Который характерен Для преска воды Или для Сударения Огромного количества Камушков И вот Именно это Становится Свойство Становится Темой Которая развивается На протяжении Все части И вот Собственно Вы сейчас услышите Композицию В которой Идет Вот этот Непрерывный процесс Такой мутации Морфинга Такого своего рода Перехода Из одной фазы В другую фазу В третью фазу 75-й год Никаких компьютеров Это можно было бы Назвать техникой Кросс-синтеза Если бы это был компьютер Но это не кросс-синтез Потому что Это все сделано Исключительно Вручную На акустических объектах На акустических звуках И На В общем-то Фантастической интуиции И Мастерстве Пармельджани Который В общем-то Собственно И занимался В Донатуре Сонором Тем Как скрещивать звуки Его очень сильно интересовало Вот например Можно ли Конкретный звук Да Реальный какой-то шум Перевести в электронный звук Так чтобы никто не догадался Где границы перехода И на этом строится Весь цикл То есть Это попытка Абсолютно такого Растворения Границ Между электронным И Натуральным Что безумно сложно На самом деле И огромное количество Очень интересных методов Которые он потом Еще сам и описывает Как он осуществлял Эти переходы Все это потом Очень сильно Мне кажется Помогло В технологиях компьютерной музыки Но в общем Это вот 75-й год И Донатура Сонор Природа индукции Природа индукции Природа индукции Природа индукции Природа индукции Природа индукции Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok 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 Дальше идет следующая часть Вот эти капли, да, они переходят в следующую часть как уже такое тематическое зерно, да, то есть из них начинает расти дальше, собственно, развитие второй, следующей части То есть, в принципе, это вот как пример как раз акустматики, конкретной музыки и того, собственно, какими, ну вот нелинейными, что ли, путями мы приходим к созданию образа звука, да, то есть композитор создаёт этот образ, и насколько этот образ, он вообще действительно может нести в себе какие-то вот элементы, что ли, ну, какие-то генетические связи, что ли, да, с тем, какие звуки откуда взялись, да, какие имеют свойства. Что напоминают. И, ну, вот как, тоже такая более поздняя идея, как раз по отношению к такого рода музыке, к попыткам, да, анализа и поиска лексикона для просто элементарного разговора на тему музыки, вот такого рода музыки Это конец 80-х, теория спектром графологии Дениса Смолли, да, то есть это некий язык для музыковедов, чтобы общаться по поводу музыки, которая не имеет нотации и не привязана, собственно, к звуковысотам, да, строится на организации какого-то сложного акустического материала И, ну, вот там, например, вот есть такая характеристика звука, как суррогатность Ну, да, вот есть высота звука, вот есть там время, длительность, а вот есть суррогатность И суррогатность, это, на самом деле, как раз пример суррогатности в этой части Это, значит, то, насколько звук далек или близок, да, к какому-то строго определенному смыслу и значению Ну, например, вот мы говорим, вот это, мы слышим звук, это падают камни Значит, или мы слышим другой звук, о, это звучит так, как будто это падают камни Или там слышим третий звук, говорим, о, это звучит так, как если бы кто-то пытался подражать звуку падающих камней И, в принципе, можно придумать и дальнейшие какие-то градации Да, и мы как бы все дальше уходим от, собственно, того, что это камни Потому что это все менее-менее напоминает камни, но тем не менее какая-то связь сохраняется Это еще одна возможная такая вот ось, по которой мы можем перемещаться, да, для того, чтобы, ну, какую-то метрику ввести, если она нам нужна Но, в принципе, вот эта идея суррогатности, и которая постоянно обыгрывает идею еще определенных ожиданий Да, слушатели, в общем, слышат ваш звук, и у него, да, вот возникает некое предчувствие развития И вот, да, вот то, как организовать вот эту систему ожиданий Оправдывающуюся или не оправдывающуюся, да, то есть вы можете, наоборот, не оправдать ожидания Вы можете обмануть, а потом пойти каким-то иным путем На самом деле, вот это все и есть вот эта кухня конкретной музыки Которая, вообще говоря, ну, сегодня очень сильно, конечно, развита Есть очень интересные теории по этому поводу Есть очень много теоретических статей По поводу анализа и, собственно, по поводу самих методов композиции Но мы сегодня говорим не об этом То есть мы говорим о том, что это вот эстетика конкретной музыки И определенный подход к звуку и создание образа звука Но вот путем такой вот кропотливой композиции в звуке На самом деле, если вернуться опять к экспериментальной музыке Скорее, в таком кейлерском понимании То там, в общем-то, материал-то тот же, да, исходный То есть это тоже звуки окружающего нас мира Но отношения с ними совершенно иные То есть если Кейдж вообще предпочитал включать процессы и отпускать их Задача была грамотно организовать, подготовить процессы Которые потом, будучи запущенными, уже никак не контролируются автором И, да, это может быть включенный радиоприемник на сцене, например В какой-то момент времени Никто не знает, что из него донесется Но важно, что он по партитуре в заданный момент включается И вот это здесь и сейчас, например, может радикально отличаться каждый раз Оно и есть результат Одна из таких вот ветвей, которую я скорее связываю с понятием экспериментальной музыки Это, в общем, работа в области звуковой экологии То есть что такое звуковая экология? То есть это не совсем про сохранение окружающей нас среды Ну, в том числе и акустической звуковой Отчасти про это Но вообще это про то, что на самом деле мы живем в мире, который звучит И он звучит все время по-другому То есть то, как мир звучал, скажем, пять лет назад Он не звучит сегодня И мы не знаем, как он будет звучать еще через пять лет Но совершенно точно сегодняшнего звука в этом мире уже не будет Он будет иным И, в общем, это такая очень интересная идея Такой кунсткамеры звук Что можно вообще говоря Коллекционировать такие вот акустические срезы нашего мира В разные моменты времени И целая группа в 60-е годы исследователей Назовем их так Да, потому что среди этих исследователей были композиторы Были художники Были ученые То есть люди очень разные Какой-то профессиональной деятельности Они стали развивать эту теорию И, ну, например, вот эти пять человек, которые вы видите сейчас на экране Это, собственно, создатели этой группы Мюрай Шофер Не Пьер Шофер, да, Мюрай Шофер Вот, например, вот этот человек Это вообще один из пионеров компьютерной музыки Создатель, можно сказать, первых очень мощных алгоритмов гранулярного синтеза Барри Труакс Канадский композитор Один из лидеров направления звуковой экологии То есть очень разные люди Но сама в себе идея была очень интересна Потому что на самом деле Он строился на том, что звуковой ландшафт окружающего нас мира Являясь частью культурного ландшафта Выраженного в звуке Сочетает в себе звучания, связанные с природными и техногенными процессами Оказывающими значительное влияние на психическое и эмоциональное состояние человека Природные циклы и ритмы Резонансы, гармонии, диссонансы, шумы и их корреляции Звуки опасности и радости Звуки живой и неживой природы Машины механизмов Проявляют себя непосредственно и неопосредственно Именно эта связь позволяет нам создавать новые звуковые контексты Выстраивать их в драматургию Сопоставлять и противопоставлять звуковые сущности и смыслы То есть на самом деле Сама в себе такое коллекционирование этих объектов для пуст камеры Это то, что часто потом приводило к созданию И привело отчасти к созданию жанра, например, саундскейп Звуковый ландшафт, саундскейп То есть это и есть собирание этих саундскейпов Звуковых ландшафтов, разных мест, времен, состояний И для кого-то это потом выливалось в композиции Эстетики саундскейпа Для кого-то это был скорее научный эксперимент И потом с какими-то научными выводами Для кого-то это была теория Но, как бы то ни было, тема звуковой экологии Она является сегодня, наверное, одной из основных В области искусства звука И она невероятно актуальна Потому что она, в принципе, исходит из той идеи Которая часто связывают с психологом Гибсоном Экологическая теория Гибсона Которая на самом деле утверждает Что в экологической системе Цитирую, да В экологической системе звуки обеспечивают организм Все необходимые информации Для их локализации, идентификации И успешного поиска, пропитания Взаимодействия с хищниками или с оплеменниками То есть человек является частью экологической системы Существует в соответствии с ее законом Связано с ней всевозможными связями Одной из которых является слуховое восприятие То есть, о чем, собственно, он говорит О том, что на самом деле, когда мы слышим звуки Какие-то, да Вот, приходящие к нам из окружающего нас мира Нам, в общем Часто не нужно их анализировать Чтобы понять их смысл и значение То есть мы получаем, на самом деле, этими звуками Сразу, сразу Всю информацию Гораздо больше Чем несет в себе, например, музыкальный звук Музыкальный звук несет в себе, собственно, простую информацию Звуковысота Ну, тембр, он может что-то напоминать Да, но вот В основном в музыке мы оперируем звуковысотами Ритмами и динамикой И инструментов, как, да Вот, собственно, тембры Которые являются вторичными И музыкальный звук, он очень мало информативен С точки зрения природы самого звука Он очень информативен для нас С точки зрения вот Той культуры, которая воспитана на Такого рода музыкальной традиции Мы понимаем эту музыку Мы ее любим В рамках этой традиции Но любой звук из окружающего нас мира Несет для нас гораздо большую информацию Он может нас интуитивно Бессознательно пугать Напрягать Наоборот В общем Гладить Расслаблять То есть Музыки, взятые из окружающего нас мира На самом деле имеют Гигантское значение Чисто психологически Для слушателя Абсолютно бессознательно И об этом собственно и пишет Гибсон То есть совершенно естественным образом Те, кто пытался каким-то образом изучать Исследовать природу искусства звука Приходили к необходимости изучать психологию Ну то есть Теория Гибсона была удобна По отношению действительно К объяснению Вот того Почему Почему Не только музыкальный звук Который понятен Просто Понятны критерии Понятны собственно говоря Закономерности А вот шумы Которые к нам приходят В окружающего нас мира Которые непонятно Как организовать Анализировать Классифицировать Они несут в себе на самом деле Не меньшее значение Чисто да Как художественный материал Они создают на самом деле Очень ясные образы И часто Слушателю не нужно Никакого предварительного опыта Он не должен Долго читать книжки Про то Как воспринимать Такого рода искусства Он слушает Он воспринимает И это работает Вот Теория Гибсона Объясняет Как это работает Но на самом деле Есть другая теория Это собственно Гешталь-психология Это все части Когнитивной психологии Раздела Когнитивной психологии И вот Гешталь-психология Она оказалась У тех исследователей Которые занимались Исследованием звука Наверное Самой-самой востребованной Потому что Это то Как вообще Говоря Складывается целостный образ Восприятие человека Который воспринимает Собственно Ну вот Что бы он ни воспринимал Да, вот в данном случае И в данном случае Звук И Гешталь-психология Дает на самом деле Очень ясные И очень понятные критерии Какой материал Как Может работать Почему он так будет работать Или не будет работать И Гешталь-психология Она на самом деле Прекрасно Прикладывается К области Собственно И традиционной Музыкальной культуры Но в случае С искусством звука Насколько я понимаю И как мне самому кажется Это в общем Просто Вот Просто вот такая вот Ну невероятно Актуальная Вещь И в общем Многое Да, из того Что хочется Объяснить и понять В общем-то Удаётся понять Именно через Гешталь-психологию И Да, вот Законы Прегнатности Да, то Как складывается Целостный образ Что на самом деле Вот, допустим Закон прегнатности Один из главных законов Да, в гешталь-психологии Что Феноменальное поле Структурируется Наиболее простым И экономным При данных условиях Образом То есть Завершённость Гештальта Да, то есть Целостность Связана Да, то есть Она связана С тем, что Он называется Хорошая форма Гештальта И это, как правило Какие-то простые Замкнутые Отчётливо выраженные Границы Симметричность Внутренняя структура Да, приобретающая Форму фигуры Да, то есть Это как бы В воспринимаемом нами Объекте В том числе Да, и звуковом Должно быть что-то Что в нашем восприятии Складывается В этот целостный образ Который Всегда Образ получается Связан с тем Что проще всего Сформировать Из того, что мы слышали Ну, допустим Последовательность нот Складывается в мелодию И эта мелодия Не зависит от тональности Потому что Именно контур мелодии Оказывается Для Нашего восприятия В общем Определяющим Вот эту, собственно говоря Вот эту форму Которая на самом деле Вот может звучать Выше или ниже Но мелодия Будет одна и та же И именно законы Которая психология Объясняют Почему мелодия Пронимается так А не иначе Огромное количество Всяких факторов Да Фактор общей зоны Фактор общей судьбы Фактор смежности Хорошего продолжения Фактор Симметрии Факторы фигуры фона Да Это то, что на самом деле Очень Местами напоминает Даже теорию музыки Там мы говорим Фактура фон Да А здесь мы тоже говорим Фигура фон И на самом деле То Где начинается Где Где Мы начинаем Воспринимать Если мы Смотрим на картинку Фон И где из него Выделяется Собственно объект Это тоже Очень интересная игра И в случае со звуком Это происходит На самом деле Почти так же Как и со зрением То есть это конечно Разные вещи И со звуком Все гораздо сложнее Поэтому Психологи Все иллюстрируют Как правило Визуально Это самые простые Примеры Они именно визуальные Тем не менее В звуке Очень многие правила Работают В том числе И Работающие Для визуального восприятия Ну вот просто Как пример Да Это вот Начало книжки По психоакустике Вот буквально Первая страница И вот написано Вот такое слово Херри Да Слух А на самом деле Это иллюстрация Фактора целостности И замкнутости В языке Психологии Потому что Просто известно Что наш мозг Он Формируя образ Он Достраивает Всегда все До целостного Замкнутого Какого-то образа Контура То есть здесь Все элементы Этой надписи Они Не взаимосвязаны Это просто Какие-то В общем Такой расклад палочек Мы Сразу Сразу читаем Слово Мы сразу Каждый символ Для нас Складывается В целостный образ Именно Той буквы Которую мы Рассчитываем Там увидеть То есть Ну Тоже Немножко отвлекаясь Да Вот такой Замечательный эффект Например Есть Эффект Зайгарника Он называется Он про то Что Человек Лучше запоминает Прерванные действия То есть это все Имеет прямое отношение На самом деле К звуку К нашему искусству Потому что это все Про это О чем речь О том что Если вы хотите Что-то хорошо запомнить То есть Лучше что-то Не доделать Недоделанные действия Потом Или Недочитанная книга Недоученный урок Потом Гораздо лучше В вашем Бессознательном Сложится В законченную Потому что Ваше сознание Будет непрерывно Достраивать Незавершенное До завершения И в общем Да Это такой Очень интересный Феномен Который вообще говоря Очень полезен Даже просто в жизни А уж в искусстве Подавлю Так Значит Чтобы было понятно Насколько вообще говоря Все Так Сейчас Нам пока Я двигать не надо Да Все о чем мы говорим Эфемер Да То есть Вот Вот эта Идея Что Мы Мы создаем Новый Целостный образ Как мы его создаем И скорее С чего Да По каким-то критериям На самом деле С чего я начал Звук и не структуру То есть Это всегда Исключительно Только Некая интерпретация Нашим мозгом Каких-то данных Которые к нему приходят В виде Нервных импульсов Связанных Со зрением Со слухом С тактильными ощущениями С запахами И то Что наш мозг При этом Формирует этот образ Часто Абсолютно Для нас Парадоксальным образом Это Легко проиллюстрировалось И вот Это вот Один моих любимых Примеров Которые Возможно Вы знаете Потому что Это Очень широко Известная вещь Это Такие вот Замечательные опыты Акиоси Китаока Японского исследователя И психолога Которые показывают Что Ну На тот же случай Не верю глазам Своим Значит Вот что вы сейчас увидите Давайте сейчас Я нажму Лавишку Ну В чем смысл Примеры В том Что клубника Такого же цвета Как афон Вот эта полоса Которая идет По центру Это все Оттенок клубники И вот Я например У себя на компьютере Вижу Прямо Аллу Кубнику На экране Я вижу Такую Она такая Какая-то Напоминает Чуть-чуть Красный цвет Но слабо Но В общем Все согласятся Что красный цвет Она напоминает Значит Собственно Прошло этот пример Ну собственно Это все та же Почтать психология Это на самом деле Пример Законов Константности Восприятия То есть Можно было бы предположить Что Ну тут Контекст Зависимо все Что вот мы знаем Что клубника красная И мы Наш мозг Нас заставляет Видеть красное Нет Могло бы быть Но это слишком примитивно На самом деле Значит Здесь тот феномен Что наш мозг Постоянно То есть Вот мы видим Мы видим При разном освещении Одни и те же объекты Там в сумерках При каком-то там Искусственном освещении При свете солнца И Если эти объекты Имеют То есть мы видим Один и тот же объект Например красный То он должен быть красный По идее При любом освещении Но на самом деле Этого не может быть Потому что Если в сумерках Отсутствует Допустим В лучах света Отсутствует Достаточной степени Красная Составляющая То красного света Не будет Потому что Мы видим Только отраженные лучи Рассеянные лучи Только Те лучи Которые содержатся В том свете Который освещает объект Если там нет Выраженного красного Или баланс Цветов поменялся То мы увидим Другой цвет А мы видим Один цвет Красный Потому что Наш мозг Постоянно сравнивает Фон С объектом Он сравнивает Исследует Всю картинку Поле зрения И вычисляет С его точки зрения Что мы должны Увидеть Если Мы должны Увидеть Красный Он нам дает Красный И вот Вот эта дымка Вот эта дымка Голубая Да Такая голубоватая Вот Это 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 пример Китаро Китаро А вот Собственно Вот это Вот Это я делаю Кубик То есть Я Наверное Несколько часов Подбирал Вот этот Оттенок Вот этого Голубого фона А так Чтобы он Сработал так Что клубника На его фоне Станет красным Потому что Мой мозг Считает Что при таком освещении Клубника Должна быть Вероятно Красной У кидауха Там есть Синяя клубника Черная клубника То есть Все оттенки Да То есть Можно сделать Любой обман И В общем Вот да Наш мозг Лучше нас Знает Что мы видим Это к тому Как складывается Визуальный образ Который является Интерпретацией В общем Большого количества Разных факторов Которые одновременно На нас воздействуют И результат Может быть Парадоксальный Ну или вот Тоже такой Фейсбук Пример Один из множеств Сколько точек Вы видите Я прошу прощения Я фотограф У меня есть замечание Там немножко Другой эффект Дело в том Что это серый цвет Используется Не просто так Есть такое понятие Как дополнительные цвета То есть Если мы будем Долго смотреть на красный Мы потом Посмотрим на серую плашку Увидим зеленый И вот мне кажется Там вот это используется Ну вообще-то нет Вот здесь именно Игра в эту константность Значит Здесь Во-первых Здесь красного нет вообще Здесь вообще нет Здесь вот Да Здесь есть РЖБ Значит Абсолютно В равной пропорции Да Все три Вазового цвета Нет То есть Красный А вот про зеленое Да Может быть Может быть Дымка действительно зеленоватая И когда она становится Правильно зеленоватой У нас вылезает красный Да Вот наверное вы правы Да Вот как раз да В том как подбирать фон Сама клубника Действительно Это РЖБ Одинаковая Значит Зеленый фон Да Ну да Очень спасибо Да Очень ценна Подсказка А Значит Здесь Сколько Вот Точек вы видите Ну да Здесь много Точек Да Ну в общем Через узел Да Через каждый узел Идет по точке Просто нужно себя Да То есть нужно В общем Заставить себя Увидеть В общем То что Ваш мозг Да Изо всех сил Старается вас заставить Не убивать Потому что Вот он считает Что должна быть Вот там Одна То есть нужно Еще настроить взгляд Расслабиться Найти правильную Правильную позицию В отношении К этой картине Ну или вот Тоже легендарный Пример Я уверен Многие знают Да Эффект Мабурка Кто знает Правда Никто не знает А Знаю О Ну вот да То есть кто-то Нет Ну потому что Вообще Это не сильно Протоксально В общем Даже среди Людей Интересующих звуком Очень часто Чаще всего Я нахожу Кто просто Либо никто не знает Либо почти никто Но да Это еще один парадокс Это про то Что Вы можете Слышать разное Глядя и не глядя Ну сразу оговорюсь Что это в общем-то Довольно примитивная вещь То есть Я пытался Я пытался этот эффект Сделать Сам Значит Его каким-то образом Усложнить Развить Ничего не получилось То есть Все прекрасно работает На простых звуках Вот то что вы сейчас Услышите Ну это почти Потолок того Что можно добиться Но тем не менее В общем Вот смотрите Значит Это на английском языке В принципе Я надеюсь Что Да Все будет работать Здесь Посмотрим Что получится what's remarkable about this illusion Is even Knowing how it's done Doesn't seem Па, па, па. Не второй звуки, а некий третий звук. То есть, чтобы получить максимальный эффект, нужно записать артикуляцию, подложить под звук артикуляцию, записанную в видео артикуляции, утрированно. И вполне возможно, что даже не произнося звука. То есть, вы как бы должны внушить своей артикуляцией то, что звучать должно вот это. И человек начинает это слышать. И, насколько я понимаю, это объясняется тем, что действительно, живя в мире акустической экологии, общаясь с друзьями, в шумной толпе, на улице, мы очень часто, будучи ограниченными, просто в шуме мы можем плохо слышать речь. Нам легче говорить, глядя на лицо человека. То есть, мы читаем по губам. То есть, часто мы, да, ведь мы читаем по губам чаще, чем нам кажется. И, в общем, это становится настолько мощным фактором восприятия, что, в общем, это приводит к таким вот забавным фономерам. В общем, это эффект Макбурга. То есть, мы слышим нечто совсем иное, чем то, что происходит. И опять, да, во всем виноват наш мозг. Потому что образ, который складывается, целостный образ того звука, который должен сейчас звучать, он вот таков. И мозг так считает. И то, что мы с ним не согласны, даже порой не влияет на результат. Ну, влияет, если мы очень сильно постараемся. Нам приходится сильно, да, сильно побороться с нашими восприятелями. Значит, ну, теперь опять возвращаясь к началу, собственно, про то, что звук не существует. То есть, что же такое все-таки слышимый звук? Просто, чтобы, да, понять, насколько это эфемерная вещь, в общем, ну, приходится чуть-чуть, наверное, все-таки вспомнить, как устроено ухо. И что вообще, да, вот, звук, слышимый звук, это не про вибрацию. Ну, так, условно говоря, да, то есть, не надо думать, что то, что вы слышите, это вот, да, вот эти вот вибрации, которые у вас акустические, которые вас окружают, волны, которые летают в помещении, в воздушной среде. На самом деле, вся вибрация заканчивается у нас, ну, где-то на входе, в внутреннее ухо. То есть, волна прилетела, волна, значит, потрясла барабанную перепонку, значит, молточек-стремечка, косточки передали эту вибрацию на вход во внутреннее ухо, да, а внутреннее ухо, оно, на самом деле, заполнено перелимфой, то есть, это вязкая жидкость, и в ней там уже никакие вибрации особо не передаются. То есть, вот внутреннее ухо, сейчас курсово бежал, вот он, значит, вход внутреннее ухо, вот тут мы раскачиваем волной нашей, да, вот этот вход, а вот это базилярная мембрана, такая упругая полоса, завернутая в спираль, покрытая, ну, условно, я очень сильно упрощаю, покрытая нервными клетками. Продолжение следует... То есть, да, что вы сейчас видите? Вы сейчас видите то, что вы реально слышите, то есть, вот, то, что ваш мозг получает, как информацию о звуке. Это еще одна самая, очень простая картинка, она очень сильно упрощена, потому что у органа каждая нота имеет значимую систему. То есть, вся базилярная мембрана сейчас заполнена вибрацией, ну, не вибрацией, да, вот этими вот, там, да, областями возбуждения. То есть, это тысячи, 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 тысячи вот этих вот бугорков, которые образуются, перемещаются, и никакой вибрации нет, как таковой, да, ничто, ничем не качает. Просто ухо фактически занимается визуализацией звука. Ну, условно говоря, визуализацией, то есть, рельеф мембраны повторяет мгновенный спектр звука. Спектр меняется, рельеф меняется. То есть, нервные клетки, подрывающие визуализацию мембрану, передают эту всю информацию в мозг. Что такое нервный импульс? Да, это on-off, ничего выключено. Это просто импульс. Вот совокупность этих тысяч импульсов анализируется мозгом, плюс еще анализируется параллельная информация, визуальная, тактильная, какая угодно еще, и мозг формирует свое суждение. Что вы слышите? Вот это и есть слышимый звук. То есть слышимый звук – это образ, и, в общем, он часто имеет очень отдаленное отношение, собственно, к той вибрации, которая к вам пришла из вне. Вот поэтому, на самом деле, да, то есть можно поспорить с Штехгаузеном, который считал, что музыка – это искусство координации, гармонии и вибрации, или с тем же Ворезом, который считал, что там, то есть что-то правильно, что то, что он пишет – не музыка, а организованный звук, а он – композитор и работник частоты и интенсивности. Ну, все, конечно, гораздо сложнее. Хотя Штехгаузен дан прав, потому что, в принципе, говорить о вибрациях можно, ну, в разных смыслах. Не обязательно понимать под вибрациями, ну, буквально, да, вот физическое колебание. Да, то есть, ну, мы можем философски относиться к этому понятию и связывать с ним очень разные смыслы. И тогда, пожалуй, это будет ближе к истине, потому что, в общем, собственно, вибрации и интенсивности, частоты и интенсивности многое значат, но ничего не определяют. Значит, вот, собственно говоря, про то, как это работает в звуке. Значит, это Жалкудрисе – французский исследователь и композитор. Второй композитор, который работал в Bell Laboratories в США после того, как Макс Мэтьюс написал первую в мире программу для синтеза звука. С этой программой, в Music 4, работал в Рисе. И Рисе, будучи гениальным акустиком, он приехал в Bell Laboratories, чтобы поставить опыты, иллюстрирующие его исследования, связанные с акустическими парадоксами, иллюзиями. То есть он вычислил большое количество разного рода иллюзий, которые, по идее, должен испытывать человек, воспринимая вот те или иные звуки, устроенные спектрально, так или иначе. Никаких способов, кроме как на компьютере, смоделировалось это не было. Вот он приехал в Bell Laboratories, он поставил свои опыты, и, в общем, появился так называемый каталог звуков Рисе. Это каталог вот этих вот парадоксов восприятия. Это алгоритмы. То есть эти алгоритмы потом перешли в разные языки программирования музыкального, в C-sound, в Max of SP. Ну, а среди самых известных парадоксов, это вот, например, вот такой эффект Шепарда. Ну, вот, один из вариантов эффекта Шепарда. Опять, да, это целостный образ звука, который идет вверх. Но заметьте, что за все время он не сместился ни на йоту, то есть он остался там, где он был. Можно бесконечно повышать, да, двигаться вверх по этой лестнице, и вы всегда будете оставаться там, где вы были. Так устроен звук. Значит, это все, да, это все парадокс, который строится на очень тщательном и точном расчете спектра. Вот спектра звука каждого отдельного, каждой фазы, да, и вот этого звучания. Таким образом, что интерпретация нашим мозгом этого звука будет вот такой, да, то есть она будет давать ощущение движения вверх, но сама тесситура этого звука будет оставаться одна и та же. Почему? Или вот другой пример, да, эффект Шепарда. То есть это все игра, это все игра с нашим мозгом. Ну, такой сложный такой, на разных типах звука. Да, это уже как понижающийся звук. И как бы сразу понятно, как это сделано, по-самому делу. Но вот... Сейчас я покажу еще примеры, да, потом мы это обсудим. Вот, допустим, то же самое, только с ритмом. Эффект Шепарда с ритмом. Это как бы с ритмом, да, и с высотой. Так, замедление. Которое, опять же, да, не сдвигает, а с ритмом не сдвигается. Ощущение каждого звука, что замедляется, замедляется, ну, и тогда он каким-то таким остается. Ну, и вот, скажем, другой пример. Мне это больше нравится. Он такой, как бы, менее очевидный. То есть это, конечно, такое ускорение, которое имеет тенденции ускорения, но при этом, там, Образ, ускоряющийся ритм, там ускорения не происходит. Довольно часто используется вообще-то в киномузыке. Как я знаю, в оформлении, в звуковом оформлении кино. Потому что это очень мощное средство создания такого диссонанса, когда чувствуете, что что-то не так. Объяснить это вы не можете. Вот тот же эффект Шепарда у Ресе. Это средняя часть композиции Сюит по Литлбой. Литлбой – это атомная бомба, которая сбросила на Керосиму. И в 68-й год, в годовщине бомбардировки Керосимы, написана композиция. Эта средняя часть называется «дефон», падение. То есть абсолютно метафорическая часть, абсолютно программная. Все объяснено. Ресе даже объяснил, где какие облака появляются в этой композиции. Есть такое понятие спектральные облака, гармонические облака. Что вы видите на экране при этом? Я думаю, многие поняли уже. Это сценограмма. То есть взята вся композиция, проанализирована спектрально. И вы видите просто спектр этих звуков. То есть это то, из чего состоят эти сложные звуки. Вот эти все линии – это все синусоиды. Вот синусоиды, вот синусоиды. Они идут вниз. Внизу низкие частоты, наверху высокие. То есть блисондирующие синусоиды. Эта синусоида вступает на частоте 200 Гц. Эта синусоида вступает на частоте 400 Гц. Эта на частоте 800 Гц. То есть это октавные удвоенные частоты. Что это означает? Что если такие синусоиды звучат одновременно, то наш мозг их интерпретирует как цельный звук. Целостный звук, который не распадается на отдельные призвуки. То есть мы не слышим двух, трех, четырех нот. Мы слышим ноту, соответствующую самой низкой частоте, имеющую тембр, определяющийся остальными частотами. Это гармоники. То есть так устроен наш мозг. Он нам говорит, что это один звук. Но его окраска меняется. В общем, все сделано таким образом, чтобы, когда вступают эти октавные гармоники, наш мозг нам постоянно интерпретировал звуковысотное. То, что звучит, ну где-то в удобном нам среднем регистре. То есть наш мозг постоянно нас привязывает к той гармонике, которая самая удобная. Потому что низкая гармоника уходит вниз и вообще исчезает там где-то. Приходит следующая. И вот есть всегда какая-то зона, которую мозг постоянно удерживает в нашем внимании, как, собственно, зона этих звуковысот. И вот эта подмена происходит абсолютно незаметно. И, в общем, даже понимая, как это работает, невозможно себя заставить услышать, где же вступает еще одна гармоника. И почему, да, почему, почему я не могу отследить это понижение, которое таки идет, да, до самого конца. Я постоянно теряю эту связь, и я опять слышу другое, да, следующую фазу, которая пришла на смену. Ну, в общем, вот давайте послушаем. Очень красивая такая, очень простая композиция, очень яркая. И, в общем, это, да, абсолютно мир метафора, да, падения этой атомной бомбы, это остановившегося времени. То есть бомба падает, время остановилось. И как бы вот. Ну, сейчас. Сейчас. Тут курсора не будет, поэтому, в принципе, можно догадаться, где что происходит сейчас по звуку. Ну, для подмены из угарных. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Еще отвлекающий фактор. Частья композит. Но они, как осознают то, что вам еще сложнее зацепиться за сам федом Билл. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Продолжение следует... 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 Таймс которая называется свет превращается в звук то есть сотрудники гимна очень сильно, видимо, заинтересовались тем что в этой статье описывались опыты генерала Ферри это французский генерал и академик один из пионеров радио радиопередачи, радиокоммуникаций он предложил такую общую идею что если взять селеновый элемент, это фотоэлемент который переводит свет в ток и попытаться перевести в переменный электрический ток свет, приходящий через телескоп от дальних звезд и попытаться послушать, как этот ток дальше переводится в звук то есть он полагал, что мы можем услышать музыку звезд ну собственно очевидно это была только идея сама статья была опубликована 1 апреля, поэтому я даже не уверен что это было всерьез но тем не менее идея была настолько четкая и яркая что в общем даже если она тогда не была реализована она в общем явно предполагала, что когда-нибудь мы послушаем, как вот этот свет который конечно несет какие-то модуляции и которые мы можем услышать как же все-таки он звучит еще немножко о медиархеологии это отзыв на заявку на изобретение некого изобретателя товарища Хавкина это 1939 год это как бы самый разгар социореализма когда уже точно ничего нельзя и когда все знают как нужно писать музыку изобретение называется звуковой кристаллизатор звуковой кристаллизатор и автор предлагает некий метод создания музыки ну да, еще раз, чтобы было понятно музыка в 1939 году должна писаться по классическим законам в соответствии с классическими канонами ориентация на Чайковского на Римского-Корсакова фольклор никаких экспериментов с формой быть не может это считается просто антикультура да, это формализм с этим вводится товарищ Хавкин предлагает такую вещь он предлагает поставить где-нибудь на шумной улице очень высоко добротные резонаторы которые отзываются все на одной частоте и если такой резонатор находится в шумном месте то в нем начинают отзываться ноты в соответствующей частоте этого резонатора если в спектре шум есть соответствующие частоты да, то есть шум имеет широкий спектр значит я ударил там в ладоши я пошумел камнями скорее всего в резонаторе что-то отзовется он предложил себе с помощью микрофонов собрать звуки из этих резонаторов в одном месте и вот в этом месте можно дальше слушать музыку как он писал да, музыку окружающих у нас процессов ну, идея понятна она красивая она была естественно сразу забракована потому что во-первых потому что технически невозможно и во-вторых потому что это не может называться музыкой потому что да, вот то есть это противоречит в принципе эстетике социореализма и музыка создается иначе то есть вот такой формальный метод просто перевода одного процесса в звук в другой процесс акустический рассматриваться музыкой не может просто почему я хочу показать вам этот документ ну, потому что никто не знает ни имени Хавкина да, ни потом вот было что-то сделано я видел этот документ много раз все в архиве и где-то наверное, не знаю там наверное пятнадцатый раз я вдруг осознал что вообще-то что предлагает Хавкин Хавкин предлагает на самом деле четко, абсолютно концепцию связанную с идеей экспериментальной музыки да, то есть это случайные процессы которые нас окружают которые порождают собственно некие звуковосодные ряды которые мы можем извлечь из этих процессов и это музыка которая возникает просто как бы да, как вот некий найденный звук это опять концепция найденного звука то есть мы не пишем эту музыку мы ее находим мы находим этот материал для того, чтобы его узвучить более того все, чем занимались последователи Кейджа ну, например Элвин Люсье да, Элвин Люсье абсолютно гениальный такой художник он всю жизнь строил кристаллизаторы звука Хавкина да, то есть большая часть его работ это на самом деле буквально это резонаторы которые выделяют вертоны из каких-то окружающих звуков с которыми исполнители взаимодействуют то есть все вот гениальные абсолютно работы на самом деле это все разные вопрещения идеи Хавкина это к тому что на самом деле какого рода идеи они в общем могли рождаться не вовремя и не в том месте но они рождались в разные времена вот Люсье да и значит самые сами по себе идеи на самом деле безумно интересны потому что вот что например делал Люсье один пример из множества его работ все работы разные они все парадоксальные очень люблю эту работу называется Music on a long thin wire музыка на битной тонкой проволоке что Люсье делает он значит однажды услышал разговор говорил со своим другом преподавателем акустики который только что студентам показывал монохорд да это такая доска со струной на которой показывают феномен резонанса то есть это означает что если вы берете генератор электромагнит и воздействуете переменно полюмагнитом на струну настраивая генератор струна не будет звучать у вас если вы не попадете на ее собственную частоту как только попадаете на частоту струны она звучит уходите в сторону она перестает звучать Потом поднимаетесь, может быть, до второй гармоники Это октана Два раза выше частота Она опять звучит Потом поднимаетесь в три раза выше Она опять звучит То есть она звучит, когда частота генератора попадает на ее собственную частоту То есть эти колебания начинают усиливаться Во всех остальных случаях они подавляются Люсье сразу понял, что это его следующая работа Он нашел огромную длинную басовую фортепианную струну У него было на примете помещение большое Большой зал, где-то метров 20-30 в длину Он растянул эту струну от стены до стены Он нашел генератор силосударных колебаний электрический Большой электромагнит Вот этот магнит перед вами сейчас на картинке Вот он Настроил генератор Струна зазвучала Потом он взял, по-моему, еще пару генераторов То есть он воздействовал на струну на разных частотах Получилась инсталляция Просто легендарная инсталляция Которая много раз экспонировалась Были версии концертные С такой струной можно играть и на концерте Как звучит эта струна? Звучит она примерно вот так То, что сейчас будет звучать Это просто фрагменты из очень длинной инсталляции В общем, я просто взял кусочки Струна звучит сама Никто не крутит ручки Ну, Люсье мог себе позволить подойти и перестроить генератор Но это происходило изредка В основном все звучало само И звучало оно примерно вот так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну, то есть, в общем-то Это слушается, в общем-то, как написанная музыка То есть, здесь свои динамики Развитие какое-то Расставят эти вибрации Они потом спадают На самом деле Откуда все это берется? А берется это от того, что струна Струна очень низко настроена Она настроена буквально на единице герц Если не ниже Это ее собственная частота Если у струны частота собственная Ну, допустим, 10 герц Что это означает? Что каждая следующая гармоника Та синусоида, на которой она будет звучать Идет через каждую 10 герц Вторая гармоника 20, третья, 30, 40 и так далее Каждые 10 герц струна может звучать Если мы на эту частоту настроим генератор Настроим между Не 10, а, скажем, 15 Она не звучит Настроим чуть-чуть ближе к гармонике Она не звучит Но если чуть-чуть струна расстроится И опустится частота Она зазвучит То есть Настраивая несколько генераторов Мы настраиваем какой-то сложный кластер Из этих частот Потому что они все очень плохо расположены И струна будет звучать стабильно Только при условии, что ничего вообще не меняется А этого не может быть Потому что струна натянута в помещении Между стенами Здание, механическая система Значит, если я иду по полу Я воздействую на пол Пол воздействует на стены Стены хоть чуть-чуть Да, на доле микрон Они могут уже, да, чуть-чуть сдвинуться То есть входит публика Публика воздействует на настройку струны В любом случае Требуется микроскопическое изменение Значит, дом стоит на земле Мимо по улице ездят машины Проезжает машина Значит, воздействует на почву Почва воздействует на дом Происходит реакция дома Происходит Микроскопическое оно происходит Значит, вокруг Земли летает Луна Она вызывает прилив отлива Она естественным образом воздействует В том числе на механику здания То есть она не может не воздействовать на механику здания Ну и дальше можно продолжать дальше в космос То есть эта струна становится таким, в общем, камертоном Да, который, да, не камертоном Да, таким вот сенсором Точнее, тончайшим сенсором Который отслеживает вот эту динамику Каких-то вот окружающих процессов Связанных с движением машин, людей, планет И поэтому то, что мы слышим Да, вот эти циклы Да, наплывы, уходы Они на самом деле являются просто таким Такой печаль, отпечатком Отпечатком той самой экологической системы В которой все это находится Да, и они нам абсолютно органичны Мы их понимаем Потому что мы сами живем в этой экологической системе И поэтому, да, вот волна накатывает, откатывает Это почти музыкальная форма, да То есть, в общем, накат, там, кульминация, откат Это все процессы, которые абсолютно нам органичны Абсолютно нам понятны И вот эта струна их проявляет И на их устроятся, наверное, все работы Эллина Люсье И поэтому мне так нравится вот эта идея Кристаллизатора звука Хавкина Потому что это тоже то же самое Вот другая работа Люсье Это уже называется работа с Феликс Стоят антенны Это такие огромные антенны Которые улавливают, на самом деле, электромагнитные колебания в атмосфере Связанные с движением заряженных частиц в атмосфере То есть, солнце светит, солнечный ветер, заряженные частицы И оказывается, что эти частицы, проходя через атмосферу Порождают электромагнитные колебания На частотах, соответствующих слышимым звукам То есть, они не акустические, они электромагнитные Но если мы поймаем, да, вот эти электромагнитные колебания И попробуем их послушать сразу Без всяких преобразований Мы услышим вот то, что не слышим Ну, это простейший радиотелескоп получается Ну, это не радиотелескоп, да Но, да, радиотелескоп-то совсем другое Причем, это инсталляция делается Специально для нее выбирается место То есть, нужно найти место максимально удаленное От любых проводов, от любых антенн То есть, это может быть какой-нибудь каньон глубокий Или какая-нибудь пустыня Это нельзя сделать в городе Потому что вы будете ловить все, что угодно Кроме вот этих частей Еще такая работа, да, с Феликсом И Люсье по этому поводу писал Пусть я и не заинтересован в самовыражении То есть, Люсье, в принципе, не заинтересован в самовыражении Он, как бы, да, вот, ну, это некие объективные реалии Вот те самые процессы природные, которые я только мечтал Кульбин Да, Люсье умел проявлять через свои инсталляции Через свои объекты, через свои инструменты И вот так Пусть я не заинтересован в самовыражении Но я все еще заинтересован в выразительности естественной природы Звуковых волн Нет ничего более прекрасного, чем река или поток И они не самовыражаются Ну, собственно, это позиция Люсье И она во всем, во всех его работах Поэтому с ним очень трудно было исполнителю Исполнитель, играющий его композиции Не имел никакого права музицировать То есть, вы не могли сделать крещендо Да, там, вложить какую-то эмоцию в свой звук Вы должны строго следовать инструкции Значит, такую-то ноту Настолько-то герц вверх, настолько-то герц вниз Значит, добавить динамики Вступить в резонанс с вазой, которая стоит рядом с вами То есть, себя проявляют звуки Да, то есть, если исполнитель строго следует инструкции Рождается чудо Да, вот тут рождается тот самый целостный образ Который, возможно, гораздо ярче Чем если бы исполнитель пытался при этом еще что-то самовыражать Это просто, да, это органически недопустимо В работах Лесье Значит, вот эта идея, она на самом деле Очень популярна сегодня И кто только этим не занимается И, в общем, мы уже там несколько лет в Полероченко Все художники появят себе всевозможные сенсоры, детекторы Чтобы ловить вот эти вибрации Связанные с электромагнитными полями С оптическими излучениями Да, то есть, это на самом деле про хапперство Про то, что можно использовать методы, например, подслушивающих систем То есть, использовать те же принципы, которые Терменцию Все время использовал в системе Буран Подслушивая американское посольство по вибрации оконных стекол Все эти методы прекрасненько переносятся в область звукового искусства В область как раз экспериментальной музыки Где нас интересует уже не самовыражение Не создание композиции авторской А как бы объективное некое отражение тех процессов Которые мы хотим перенести в звук Даже если они имеют совершенно звуковую природу Чем-то это напоминает, не знаю, где-нибудь там В Греции, на острове Есть места, куда все приходят смотреть закат И вот вы приходите в это место в такое-то время И там все сидят и смотрят закат Все садится, потом все расходится То есть вот как закат Надо найти это место Надо поставить там скамейку И примерно этим занимаются, соответственно, технологи Которые экспериментируют с такого рода искусством Я уже почти закончил Значит Ну, примеры Такого подхода и вот этой эстетики Ну, вот, например, такая замечательная такая пример Из книги Николса Коллинза Handmade electronic music Значит, здесь Что у нас происходит Это пьезомикрофон Заверненный от воды Он обклеен таким пластидипом Он заморожен в стакан воды И то, что мы слышим, это процесс таяния этой воды Которая проявляет себя вот в этих звуках, да, сопутствующих процессу таяния Вот, я вам оно выключилось у меня уже А, еще не выключилось Это долгий процесс Или вот, допустим Сейчас, другой пример Другой, а, я извиняюсь Это у меня сейчас играет не тот файл Вот, вот сейчас мы его запустим все-таки То есть, слышим, не то, что выключит Вот, таяние воды Очень тихо То есть, да, сначала в морозильник Потом мы вынимаем И, собственно, вот дальше Пока оно все не растает Вот это все происходит И это можно рассматривать в том же Как, в общем, подход к музыкальной форме Это, по сути, тоже саундскейпс Это тоже все про экологию И про восприятие этого звука И про то, что, на самом деле Мы записали этот звук Как бы, слыша его В такой среде, в которой мы сами не можем оказаться Да, то есть, есть очень мощное еще субъездие Вот этой среды Когда вы записываете Как только невозможные акустики И, да, вот эта акустика Это себя доносят через этот звук И, в общем, мы, как слушатели Начинаем тогда входить Вот в это состояние В это пространство Да, вот этот образ этого Какого-то такого микромира Этого стакана Формируется в нашем восприятии Это микрофон, в мороженое в озеро Байкал В лед на озере Байкал Огромная мембрана Огромная мембрана И там прекрасное состояние Это гидрация Это состояние Огромная мембрана Находить звуки Там же написать почти невозможные Я не могу сейчас Сказать другие примеры Я пойду сразу дальше По этой презентации Потому что, в принципе Мы очень много работали В школе Литвика С такого рода С технологиями И вот примеры Это прошлогодняя работа Такой проект Владимира Вялова Владимира Вялова художника Сделанная с помощью Специального детектора То есть, это такая коробочка И она воспринимает Либо радиочастотные колебания В самом широком спектре Ну, как детекторный приемник То есть, она ловит, в принципе Электромагнитное излучение Модулированное чем-то Не важно чем Если эта модуляция Оказывается, в звуковом диапазоне По частотам Мы начинаем это слышать И там, значит, диапазон частот До, примерно, до 10-кома гигагерц Да, вот все, что звучит Любой мобильник будет звучать Если мы будем рядом находиться Плюс Детектор Статических излучений Замагнитных Что тоже очень интересно Излучения, которые чаще всего Считываются вблизи То есть, вот с помощью этой коробочки Нужно было ходить И исследовать Излучения Разной природы В разных местах Значит, проект был такой Называется это Военная часть 34435 Ну, кто знает И кто, возможно, помнит Да, это вот Та самая военная часть Значит Или институт криминалистики ФСБ Который, ну, известен тем, что Ну, я подсчитаю его текст Текст Голова Что его специалисты проводили Изучение Туринской плащаницы На подлинность По заявлению журналистов Институт сопричастен К серии известных Политических отравлений С глухим забором Вокруг института Связано мое детство И юность Школа, в которой я провел 10 лет Располагается В 400 метрах от забора Я мог бы оказаться За этим забором Если бы положительно Отреагировал на вербовку В спецподразделения По окончании института Сегодня я снова вернулся В это место Чтобы совершить ритуальный Психогеографический Круговой маршрут Вокруг забора Военной части 34435 Фиксируя широкий Радиочастотный диапазон И преобразуя его В звук С помощью приборов Разработанных В лаборатории Звук Школорочников Ну то есть Это та самая военная часть Где создали новичок То есть Травили Навального И еще много-много Кого-то Он решил Совершить такой Ритуальный маршрут Вокруг этой военной части И то, что вы сейчас увидите Это собственно Карта По которой идет Маршрут его движения И вы будете слышать Вот этот вот Широкополосный Радиоэфир Все, что Пловится Вблизи Этого забора Это очень такой Долгий Очень медленно Меняющийся звук Очень противный Но на самом деле Мне кажется Блестящая на самом деле Работа Очень концептуальная Она идет 20 минут Значит мы послушаем Только Ну вот Может быть Самое Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Это не надо, чтобы проводить до целевого образа. То есть образ, этот образ этой работы гораздо шире. И насколько контекст зависит, что просто контекст никак не продержал этот вопрос. Ну и, может быть, завершение. Еще одна работа. То, что вы сейчас увидите, чтобы уже окончательно доказать, что окружающий нас мир несет в себе порой очень неожиданные, иногда архиклассические формы, даже если мы этого не ожидаем и вообще даже не предполагаем. Значит, это фотодетектор. Это мы сделали такие из китайских фонариков фотоприемники, которые могли улавливать любой свет. И если этот свет несет в себе какую-то модуляцию, ну как вот музыка звезд у гимна, то мы ее можем услышать и записать. Студенты сделали эти фотодетекторы. Потом было задание создать композицию в эстетике found sound на материале оптических процессов, которые каждый должен найти сам. Чаще всего люди ходят по квартире, ловят какие-то 50 Гц от ламп. Иногда светодиодные лампы звучат интереснее, но это, в общем, очень банально. Никита Прудников, блестящий художник, пошел с этим фотоприемником к окошку и стал исследовать, как звучат, может быть, соседние дома. Но дома как-то никак особо не звучали, но потом он вдруг услышал аккорды. И он стал думать, собственно, откуда к нему приходят эти аккорды с этим светом. И он понял, что в просвете между домами находится улица, и по улице едут машины. И тогда он пошел к своим друзьям на Новослободскую улицу в Москве. И, по-моему, из окна, по-моему, четвертого этажа где-то он записал с помощью видеокамеры и фотоприемника одновременно. То есть вы видите улицу. И вот в поле зрения камеры это то самое поле зрения, которое попадает в фотоприемник. То есть весь свет этих машин преобразуется в звук. То есть таким образом все оптические процессы, которые связаны с этими машинами, вы их слышите. Значилась вот такая удивительная вещь. Извиняюсь, что это уже открыто. Да, сейчас. Это как вот, да, экологическая акустика. То есть это не про акустику, да, это про электрику автомобилей. Там генераторы с этим связаны. То есть эта технология меняется каждый год. И сейчас вот эти новые типы светодиодных видимостночных светов, они работают на модуляции. И бортовая сеть вообще поработает на частотах. Вот на тех самых частотах, которые вы сейчас слышите. Вот все, что вы сейчас слышите, это только свет. То есть никто никакой клавишек не играл, никто ничего не монтировал. Весь одна склейка. Эта склейка переходит в целую, целую. Долгая педаль, да, опасная, да, это фонари. Они везде звучат в зонах. Ну, какая-то такая вот, наружная реклама такая, грустная. Вот она звучит на этой фонаре. Значит, какой-то приемник сейчас смотрит. Время, наверное, в зоне. Где-то в зоне. В левом углу. Ну, чуть-чуть правее. В зонах. Но он не захватывает. В прохождении он захватывает пугачку. Ваши убийства держали. Ваши мусорные парнии. В автобусе вернули. 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 Субтитры создавал DimaTorzok 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 Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Добавил DimaTorzok Спасибо